Мертвые деревья, сорняки вместо цветов на газонах и недоделанный подземный переход. Красноярцы буквально завалили инстаграм-мэра Сергея Еремина жалобами. По самым проблемным точкам проехался Денис Козлов. Он расскажет, будут ли власти исправлять ситуацию. Не секрет, что инстаграм Сергея Еремина стал своеобразной книгой жалоб. Так вот, горожане жалуются. В городе пропали тюльпаны. Сейчас мы находимся на площади мира, где была целая аллея этих прекрасных цветов. И что мы видим сейчас? Вместо них только сорная трава. Конечно, я негативно склоняюсь к этому вопросу. Было бы красиво, если бы здесь росли цветы. Но в воздухе, на природе нельзя экономить. Тем более на такой красоте, как тюльпаны. Вас как, они радовали лично? Очень радовали. Было очень приятно ездить тут летом. Очень жаль. Я люблю тюльпаны очень. Очень красиво. Я хочу, чтобы они появились вновь. С зеленью везде мало. Это, в принципе, проблема нашего города. Но исчезновение тюльпанов власти смогли объяснить. Как и любая красота, они требуют жертв. В частности, материальных. Как говорят в администрации, сейчас высаживать тюльпаны попросту дорого. Везут их из-за границы. Поэтому заменят их другими, многолетними, более дешевыми растениями. Тем не менее, цветы в этом месте все-таки есть. Правда, они, похоже, прошлогодние и засохшие. Убрать их так и не удосужились. Общее ощущение запустения создает и вот этот вот рекламный экран. Кому как, но мне лично он напоминает телевизор из фильма «Звонок». Еще одна вещь, которая портит вид, это, конечно же, сухостои. На проспекте Мира местами их целые ряды. Как говорят горожане, высаживали эти деревья в декабре. Но, как видим, многие из них так и не распустились. В департаменте городского хозяйства говорят, что сухостои заменят по гарантии. А она на них три года. Но вот возле развязки на Волочаевской дело обстоит несколько иначе. Я думаю, все помнят, как здесь в металлические трубы вставили срубленные елки. Затем предприниматели собрались и высадили здесь много хвойных деревьев. Три сотни. Что мы видим сейчас? Многие из них пожелтели по словам специалистов. Это первый признак того, что они погибают. Но так как высаживала не администрация, а частники, соответственно, ухаживать за деревьями никто не обязан. И гарантии на них тоже никакой, соответственно, нет. Это означает, что в будущем здесь может появиться сад уже мертвых деревьев. Но проблема в Красноярске не только с растениями. Подземный пешеходный переход на Керенского сколько раз его пытались сдать. Вот, видимо, ввели в эксплуатацию, но доделали не до конца. Вокруг земля, остался строительный мусор, кое-где плитка не уложена. Но проблемы есть на самом деле еще и внутри. Пойдемте посмотрим. Посмотрите, пожалуйста, какая грязь под ногами. Плитка на самом деле белого цвета. Также поручни. Если за них держаться, то рука быстро становится цвета пыли. Еще одна проблемная точка. Лифт, ну, про грязь и смысла говорить нет. Вот, пожалуйста, куска плитки нет. Не зияет глубокая дыра. Кабина, как видим, здесь тоже не очень-то чисто. Да и в общем состояние оставляет желать лучшего. Итоги красноярского благоустройства. Где-то поторопились, где-то сэкономили, а где-то не доделали. Одним словом, безхозяйственность. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал.